Разные виды макияжа и цветовые гаммы декоративной косметики сменяют друг друга в актуальных веяниях, и только тональный крем не выходит из моды. И не выйдет, потому что он – основа основ, от которой зависит не только качество и стойкость всего макияжа, но и общее впечатление от женского лица. Даже искусно подведенные глаза и мастерски очерченные губы не спасут положение, если тон выбран неправильно. И в то же время один только подходящий тональный крем способен преобразить лицо, сделать его зрительно моложе и свежее. Энтен Пепеп. Вот почему профессиональные визажисты уделяют много внимания начальному этапу макияжа, то есть нанесению тонального крема. От его качества будет зависеть вся работа. Правда, вероятность ошибки для них сведена к минимуму благодаря большому практическому опыту и использованию специальных средств. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. А как же быть женщинам, которые пользуются обычной непрофессиональной косметикой? Для них особенно важно подобрать для лица такой тональный крем, который решит все проблемы и не создаст. Новых? Тональный крем и другие основы под макияж. Виды, составы и свойства нашим современницам повезло гораздо больше, чем их мамам и бабушкам, в распоряжении которых не было такого ассортимента. Всевозможных косметических средств, как сегодня. Причем именно тональному крему производители уделяют особенное внимание, понимая его важность для всей индустрии красоты. Поэтому качественная тональная основа стоит недешево. Впрочем, ее стоимость складывается из многих факторов и зависит от количества спецэффектов, которыми обладает крем. Так, например, разные тональные кремы могут дополнительно увлажнять или питать кожу, содержать светоотражающие частички и солнечные фильтры, бороться с морщинами и даже оказывать лечебное. Действия на кожу. Обязательно учитывайте эти параметры при выборе тонального крема. С одной стороны, они могут оказаться очень полезными. С другой стороны, не стоит переплачивать за то, что вам просто не нужно. Исходя из этого принципа рациональности, выбирайте тональный крем индивидуально, в зависимости от своих потребностей и особенностей. Тональный крем, от которого в восторге ваша подружка или мама, может вам совсем не подойти и наоборот. Более того, даже в вашей собственной косметичке могут одновременно уживаться два и больше тональных средств, каждый из которых вы используете в разное время года, суток и по состоянию кожи. Если до сегодняшнего дня подобное разнообразие не могло вам даже присниться, то пора пройти небольшой ликбез и узнать, что наряду с тональным кремом существует несколько видов основ под макияж. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Жидкий тональный крем, наиболее универсальный, его используют во всех видах макияжа, если кожа не имеет особых проблем. Он содержит масло и пигменты и может быть более и менее густым, упакованным в тюбик или флакон с дозатором. Пользоваться жидким тональным кремом удобно, он легко наносится и растушевывается, и при правильном выборе оттенка может быть практически незаметен на лице. Тональный крем-стик или компактная тональная основа – средство, которое чаще можно встретить в кейсе визажиста, чем в косметичке среднестатистической женщины. Это обусловлено его особенностями – плотной текстурой, способной скрыть изъяны кожи. Тональный крем в стике требует навыков в нанесении, иначе его будет видно на лице, особенно немолодом. В нем относительно меньше масел и силиконов, но больше пигмента, поэтому полезно иметь такое средство для локального применения, для маскировки прыщиков, родинок и так далее. Тональный крем-пудра сочетает в себе свойства обоих средств, то есть выравнивает тон кожи и делает ее матовой. Такая косметика экономит место в косметичке, но воспользоваться ее преимуществами смогут только обладательницы жирной, комбинированной или нормальной кожи. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Крем-пудра создает достаточно плотное покрытие, поэтому хорошо скрывает недостатки кожи и подходит больше для холодного времени года. Тональный крем-суфле или тон-мус, легкое и приятное в использовании средство, предназначенное для людей, не имеющих заметных проблем с кожей, но стремящихся придать ей равномерный оттенок. Используется в качестве базы под макияж и заменяет тональный крем более плотной текстуры в теплое время года, позволяет коже дышать и не забивается в морщинки. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Тонирующий и увлажняющий крем – это скорее уходовая косметика, чем декоративная. Это средство придает лицу легкий оттенок, но совсем не скрывает недостатков. Оно отличается наиболее жидкой консистенцией и прозрачностью. Идеально подходит для молодой кожи, поэтому чаще всего встречается в молодежных косметических марках под названиями ВВ-крем или Тинтит Мойс Чайза. Совсем не обязательно скупать весь ассортимент косметических магазинов, даже если консультанты будут хором убеждать, что каждое из перечисленных тональных средств вам необходимо. На самом деле, можно обойтись двумя-тремя продуктами. Например, увлажняющим тоном на лето и крем-пудрой на зиму. Но если хотите максимально сэкономить место и время, выберите оптимальный для своей кожи тональный крем. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Сэкономить деньги при этом вряд ли удастся, но зато по-настоящему качественный тональник заменит другую косметику, консилер, корректор, люминайзер и не навредит коже. Правила хорошего тона или как правильно выбрать тональный крем, правильный выбор тонального крема, подобрать тональный крем без ошибок, задача не из легких. Причем оттенок тонального крема, его плотность и стойкость иногда представляют не столь большую проблему, как реакция кожи на состав крема. Поэтому, если вы знаете о склонности своего организма к аллергическим реакциям, не спешите покупать приглянувшееся тональное средство. Сначала протестируйте его не на лице, а другом участке тела, сгибе локтя, запястья или тыльной стороне ладони. Если в течение трех часов на месте нанесения не возникло раздражение или ощущение стянутости, можно использовать этот тональный крем для лица. Но прежде обратите внимание на такие правила выбора тонального крема. Производитель тонального крема – один из показателей его качества. Это не обязательно должна быть марка с мировым именем и рекламой на каждом билборде в городе, но в то же время желательно, чтобы ее название было вам знакомо. Известный бренд бережет свою репутацию, а значит и здоровье покупателей. Озвучено Яндекс Спичкит. К тому же передовые компании могут позволить себе использовать новые технологии, а выбор их продукции, как правило, достаточно широк. Однако зачастую стоимость косметического средства без особенных эффектов на 30-50% преувеличена именно из-за именитого производителя, поэтому всегда читайте состав крема на упаковке. Возможно, на соседней полке стоит абсолютно аналогичный крем с менее раскрученным названием и, соответственно, более приятным ценником. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Состав тонального крема – это те компоненты, которые будут непосредственно влиять на вашу кожу. Они же обеспечивают дополнительные свойства тонального крема, кроме его способности выравнивать цвет лица и скрывать его мелкие недостатки. Чтобы разбираться в основных ингредиентах косметики, не нужно быть химиком, просто запомните хорошие и плохие, а также допустимые составляющие. Так, в составе любого тонального крема есть силикон, заполняющий неровности кожи и формирующий сплошную пленку. Он безвреден, потому что остается на поверхности и не проникает в эпидермис. Минеральное масло тоже необходимо, как и глицерин. Хорошо, если в составе крема есть витамины, натуральные масла и солнечные фильтры, они не помешают любой коже. Если вам больше 40 лет, старайтесь выбирать тональный крем с коллагеном и большим количеством ухаживающих веществ, но до 30-35 лет можете смело отказаться от этих лишних трат. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. А вот чего лучше избегать в любом возрасте, так это диоксиды титана и лаурилсульфат натрия в составе тонального крема, закупоривающих поры и вызывающих аллергию. Плотность тонального крема выбирайте на свое усмотрение, здесь не может быть никаких строгих указаний. Как правило, густым средством пользоваться сложнее, но слишком жидкое не скроет недостатков. Поэтому ориентируйтесь на тип кожи и ее состояние в данный момент. Если подбираете тональный крем для маскировки веснушек или родинок, то лучше возьмите не самый плотный крем, но дополните его стиком-корректором или консилером, чтобы не получить эффекта. Сплошной маски на лице. То же сочетание косметики оптимально для нормальной и комбинированной кожи лица. Обладательницам сухой кожи не стоит пользоваться крем-пудрой или стиком, для них созданы увлажняющие тонирующие кремы и муссы, а также тональные кремы с глицерином и другими удерживающими. Озвучено Яндекс Спичкит. Влагу компонентами. Жирная кожа нуждается в дополнительном матировании с помощью пудры, которая может как входить в состав тонального крема, так и накладываться поверх него. Оттенок тонального крема выбирайте под цвет вашей кожи. Это звучит как аксиома, но тем не менее вызывает немало затруднений на практике. В первую очередь, не пытайтесь выбрать один тональный крем для лица, загорелого летом и более бледного зимой. И даже не думайте сымитировать смуглость с помощью тональника. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Золотое правило гласит, что цвет затонированного лица не должен отличаться от цвета тела, то есть правильно подобранный тональный крем на коже незаметен. Ориентируйтесь в палитре оттенков, исходя из типа вашей внешности. Светлокожим подходят фарфоровые, светло-бежевые тона, нейтральные или с розоватым потоном. Смуглым от природы и загорелым девушкам, теплое, песочное и золотистое, а обладательницам оливковой кожи лучше выбрать крем в желтоватом диапазоне. Конкретный оттенок нужно попробовать, но не на руке, а на скуле или выступающей части нижней челюсти. Оценить степень его слияния с цветом вашего лица можно только при естественном освещении, лампы в магазине неизбежно искажают восприятие. Упаковка тонального крема бывает двух типов – красивая и экономная. Вот и решайте, какой параметр для вас важнее в данный момент. Дорогой тональный крем обычно помещают в стеклянный флакон с дозатором, который выглядит эффектно, но не позволяет использовать косметику без остатка. Тюбики и баночки можно буквально вылизать, когда тональный крем подойдет к концу. Но при этом банка справедливо считается менее гигиеничным хранилищем, чем флаконы и тубы с узким горлышком. Крем из нее придется зачерпывать пальцем, но лучше специальной лопаткой, а это открывает доступ бактериям и пыли. Соответственно, такая упаковка нежелательна, если кожа у вас чувствительная. Что касается удобства, то у каждого типа упаковки есть свои поклонники, выбирайте на свой вкус. Срок годности тонального крема намного важнее, чем у других косметических продуктов. В его составе есть жирные вещества, которые портятся намного быстрее, чем сухие составы пудр и теней. Озвучено Яндекс Спичкит. Распродажи косметики, время пригодности которой вот-вот истечет, бывают очень соблазнительными, но перед покупкой трезво оцените свои шансы успеть использовать средство до того, как его. Нанесение на лицо станет опасным. Если вам не удалось правильно подобрать тональный крем к цвету кожи, есть шанс исправить эту оплошность. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Озвучено Яндекс Спичкит. Для этого возьмите еще одну упаковку тональника той же серии, но другого оттенка, если промахнулись в сторону более темного, то посветлее и наоборот, и смешайте их перед нанесением. Так вы сможете самостоятельно регулировать количество первого и второго тона и добиться идеально подходящего цвета. Кстати, этим приемом пользуются профессиональные визажисты. Но и в домашних условиях вы без труда его освоите после нескольких тренировок. Главное, чтобы в результате ваше лицо выглядело свежо и гармонично. Это лучшее подтверждение того, что вы правильно выбрали тональный крем. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok